МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цитата. Компания «Кока-Кола» рассматривает глобальное потепление как силу, приводящую к сокращению ВВП, к повышению цен на продовольствие и сырье, к нарушению цепочек поставок и к повышению финансовых рисков, цитируют представители компании «Аналитик». С другой стороны, засуха и нехватка продовольствия будут приносить большие прибыли. Уже сейчас крупные финансовые компании начали заниматься проблемами прав на воду и на пахотные земли, завершает материал Блумберг. Журнал «Нейшнал Интерест» публикует обширную статью профессора Паттерсоновской школы дипломатии и международной торговли Роберта Фарли, специалист по вопросам национальной безопасности, военной доктрины и морских дел, вспоминая великие компании в истории с участием подводных лодок, пишет о пяти лучших подводных лодках всех времен. Цитата. «Если говорить о списке пяти величайших, мы будем применять систему показателей, в которой учитывается стратегическая полезность конкретных классов субмарин, а не только их технические возможности», объясняет автор. Так, в список лучших вошли лодки Ю-3, надежная и скрытная техника, благодаря которой Германия едва не вынудила Британию выйти из Первой мировой войны. Субмарины Балау, которые стали зенитом славы лодок с обтекаемым корпусом. Немецкие лодки типа 21, которые могли избегать обнаружения вплоть до нанесения удара по противнику. А также американские Джордж Вашингтон и Лос-Анджелес, способные с одинаковой степенью эффективности вести борьбу с надводными и подводными кораблями. В завершении автор напоминает, каждая страна, претендующая на звание серьезной морской державы, строит или покупает современные подводные лодки. Какой будет новая война подводных лодок, неизвестно. Но то, что борьба будет вестись молча, это факт. Завершает свой рейтинг Роберт Фарли. Франциск – суперзвезда. Под таким заголовком, недвусмысленно отсылающим к известной рок-опере Эндрю Ллойда Обера, французское издание «Атлантика» предлагает читателям размышления двух экспертов по медиа Бернара Леконта и Юдикаэля Иреля на тему сверхпопулярности Папы Римского Франциска и влияния этой популярности на католическую церковь в целом. Цитата. «Нынешний Папа не первый, кого сравнивают со звездой. Первые об этом образе заговорили во времена Иоанна Павла II. Все началось с его поездок по США, где собрались обожающие понтифика толпы. Кроме того, сам Папа привычен к цифрам со множеством нулей. Он возглавляет сообщество в несколько миллиардов человек. Поэтому нет ничего странного в том, что его образ находит отклик у широких масс». Убежден автор материала. Однако спикеры материала уверены, нужно внимательно следить за тем, чтобы влияние человека, каким бы он ни был, не переросло в обожание. Это, безусловно, является фактором риска и завершает материал уверенностью. Папа Франциск это осознает в полной мере. «Силиконовая долина» как во времена новой экономики. Немецкое издание Wirtschafts-Wohi-Hoyte пишет о новом экономическом, творческом, технологическом и финансовом буме, который переживает знаменитая американская «Силиконовая долина». Все дело, как уверена газета, в притоке венчурного капитала. По итогам прошлого года размеры рисковых вливаний 30 миллиардов долларов. Цитата. «Наибольшие деньги в «Силиконовой долине» по-прежнему получают стартаперы. Рекорд 2013 года принадлежит социальной сети Pinterest из Палуальта. Эта онлайн-доска объявлений получила 425 миллионов долларов. Одной из причин щедрости инвесторов является расчет на то, что либо Pinterest решится выйти на биржу, либо его купит какой-нибудь гигант типа Google, Yahoo или Facebook, объясняет издание одной из причин нового бума. И делится еще одним наблюдением. В последнее время все заметнее готовность инвесторов вкладываться во все более рисковые активы. Стартапы – один из примеров, другой – исследование биотехнологий. К такому развитию событий подталкивают и мотивируют многочисленные успешные примеры молодых IT-предприятий, сумевших придумать свое ноу-хау, разместиться на бирже и получить солидный капитал для развития, резюмирует Виртшафтс Вохи Хойте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова